Всем доброе утро. Я там женщине делаю химию. И пока она там сидит, ждет свое время, тут на комментарии ответил. Смотрите, как меня комары сожрали. Один комар у нас, прям маленький такой, сжрал и сжрал. Я уже побрызгала этими совсем. А еще знаете, в чем прикол? Я вчера на телефон делала эти, как это называется, ну, звонок, чтобы звонила, господи, звонки разные, да, на WhatsApp, чтобы приходило и уведомление как-то звучало, да. Вот, и я не находила, что мне нравится и записала сама. Знаете, какой? Оксаночка, WhatsApp. WhatsApp. И сейчас стою голову, мою, слышу. Откуда так? Оксаночка, WhatsApp. Я, а я забыла про это совсем. Я чуть не это, не обкакалась. Я так испугалась, думаю, кто это мне что рассказывает, кто что говорит. А это у меня телефон так. Ой, блин, сделала на свою голову. Необычно раньше у меня на подружку, когда подружка мне шлет WhatsApp, там этот вот, этот вот, вообще, потом еще что-то еще. А это я вчера что-то ничего не нашла интересного. Говорю, я сама запишу. Записала, блин, чуть не это. Так страшно стало. Вообще, я сижу, блин, чешусь вообще. И телек смотрим. А там этот вирус, вирус кругом. И эти вспышки, вспышки, ледышки. У нас целые города закрывают, дома. В общем, где вспышка, там все, города закрывают, в общем. Еще говорят, знаете, про что? Что бразильский президент, бразильский президент, тоже не верил во все это. Тоже вот так вот рукой махал, домахался, короче, заразился. И весь мир чуть ли не в ладоши хлопает. Вот теперь посмотришь, типа, как это. Я вчера узнала об этом. У мужа есть группа, там у него все родственники. Ну, а вечером обзор делают, скажем так, читаю все эти сообщения. И вот они там обсуждали это. Вот. И сейчас у нас по телеку говорят, что и президент Америки тоже, говорит, стал появляться в маске. Что это заменжовал мне маленечко, наверное. Вот. Я, ну, вы знаете мое мнение по поводу этому, поэтому не буду углубляться. Вы знаете, когда этого комарам, такое ощущение, что он тебя все искусал. Ладно, пойду я проверю, что под чем и как. Сегодня нереально жарко с утра было. Все, я в 9 утра была, уже 32 градуса, представляете. Я иду домой уже, все, сработало. И все, ничего. Иду, думаю, что приготовить. Потом вспомнила, у меня же салат вчерашний есть. И еще там эти, отбиванные. Так что, поесть у нас сегодня все есть. Собака лает, караван идет. Собака лает, караван идет. В общем-то, код прям не парит, а именно вот жара, ветер горячий. Ребята сиз έwed creating. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Девочка-пай Смотрите, что у меня тут с моими тапками произошло. Кобздец пришел моим тапкам. Завтра надо съездить в Алькампу, потому что мне нравятся именно вот такие. Они тут как из соломы идут. И тряпочные их истирать хорошо, и все. Но что-то они мне мало послужили, потому что я покупала их в конце прошлого лета и почти не носила. И вот они у меня сломались. Так что это все на выброс. Включила себе вентиклятор. Сейчас пойду поглажу немного. Вы знаете, я особо не глажу. Вот. Потому что как-то все так стирается. Что гладить не надо. Надо водички налить. Вообще я хожу, это одела топик там на себя. И в труселях. Дома такая жара. Вообще везде жара. Жара, жара. И мы кайфуем, двигаем тело. Когда наливаешь воду, надо молчать. Вот почему, когда разговариваешь, нельзя налить нормально воду в этот. А что у меня тут фиалка? Таня мне фиалку давала. Вроде бы живет. Вот. Да что ты, не выключайся. Сейчас будем работать. Сейчас будем работать. Тут пару рубашек. Какие-то шорты нашла свои. Такие шорты юбка, что ли. Если честно, даже не знаю, что у меня там есть, что нету. Вот. Сейчас поглажу немного. И пойду с Чарли гулять. Ой, на всю катушку. Вот опять пойдем. Сегодня я смотрела. У нас же тут был этот, как это, вспышка в нашем городе. Этого вируса дурацкого. Вот. И сегодня смотрела. Наша мэша сказала, что все уже нормально. Все выздоровели. Слава тебе Богу. Хотя, знаете, ситуация не очень. Сегодня знакомая там звонит и говорит, могу ли я ей билет купить. В Россию. В августе собралась в Россию. Представляете? А сейчас вообще я не понимаю. Сейчас билеты проще и простого купить. Там даже не знаю, ничего не надо делать. Нажми на кнопку, получишь результат. Я не знаю, вы меня слышите? Вот. Поэтому даже... Ну, я не... Я говорю, а откроют границы? Как, куда собралась-то? В такое время куда-то ехать, лететь. Я уж думала, знаете, может быть, что случилось. Или как там, не знаю, что. Потому что в такое время лететь... Да ну его нафиг. Улетишь потом, и все обратно прилетишь. Да, в августе, говорит, откроют границы. Откуда такая информация у нее? Я не знаю. Я не стала бы спрашивать. Я сразу сказала, я не буду никому билеты покупать. Потому что ну его нафиг, правильно? Потом что случится, там билеты как-то надо будет возвращать. Я буду себя неуютно чувствовать. А мое спокойствие дороже. Всех денег, всех этих... Всего-всего на свете. Я за то, чтобы жить спокойно. Вот. И делаю все для этого. Стараюсь ни с кем не ругаться, не занимать ни у кого денег. О! Такие вот у меня шорты. Юбка. Может быть, завтра их и надену. Вешалку не могу найти. В общем, не знаю, откуда у нее такая информация, что в августе откроются границы, можно летать. У нас тут целые города закрываются опять. А она собралась в Россию. Странные. Странные женщины, странные. Ну да ладно. А я говорю, билеты покупать. Я вот, когда последний раз покупала билет, вот в декабре ездила, проще простого. Там даже ничего не надо. Просто нажал на кнопку, показал потом свой паспорт в аэропорту, и все. У нас есть тут один мужчина, который занимается покупкой билетов. Вот, знаете. Ну, естественно, он все это не бесплатно делает. Девчонкам. Я всю жизнь сама себе все покупала. Тем более у меня с электроникой, со всеми этими делами все нормально. Я с ними дружу. Поэтому я всю жизнь. А если уж как бы есть агентства разные, есть туристические, туристические, туда можно, там купить. Правильно? Если уж не соображаешь. Я когда вот в первые разы не знала ни испанского, ничего, через агентство покупали. Ну, подороже, да, естественно. Ну, за каждый труд нужно платить. А кто тебе бесплатный? Бесплатный только сыр в мышеловке. И то, сейчас и сыр-то в мышеловке не бесплатный. Поэтому вот так вот. Не, сейчас куда-то ехать, лететь. Вообще. Улетишь, а потом не прилетишь. Сколько тут таких у нас было? Которые были в заперти. Завтра, наверное, сделаю пирог. Чизкейк. На испанский манер. Что-то я за него забыла. У меня же все для него куплено. А то все просрочено. Как всегда, знаете. Я покупаю, покупаю, а потом все на выброс. Потому что просрачивается. И вот, думаю, надо завтра чизкейк сделать. У меня днем вообще никаких сил нету. А потом вот к вечеру, когда прохладно становится, силы приходят ко мне. Но вечер длится очень быстро. Не успеешь туды-сюды. И надо опять спать ложиться. Так что вот такие дела. Ладно. Буду я гладить. И как раз пойдем с Чарли потом гулять. Он там так улегся классно, здорово. На папином месте. Да, мое счастье. Ты на папином месте тут улегся. Да, моя радость. Вот как говорится, свинья везде грязь найдет. Чарли мой тоже. Я даже не поняла, где он был. Чарли, ты куда своей мордой залез, а? Ну, вы посмотрите на этого свинью. Ты такой чумазый. Ты вообще как здец какой-то. Был же чистый. Мордой, главное, куда ты залез. У нас, смотрите, как пасмурно. И парит. Заметно, да, по моей морде лица? Издалека Долго Течет река Волга В данном моменте вот эти вот ручейки. Ветерка нету, ничего нету. Я что-то думала, здесь прохладно. Зря понадеялась. О, что-то там много так ребятишек, наверное, по день рождения какой-то или еще что. Ну, ладно. Мы пока идем в горы. И там море. Ой, кстати, надо подружке спросить, вода холодная. Или уже нагрелась. Иду, вот, смотрю на Чарли. Вчера ему жопу мыла. Сегодня ему морду буду мыть. Он может специально это делать, потому что ему жарко. И скажет, хочу купаться. Вымужись я-ка. И пускай меня купают. Кто его знает? Ой, что-то я-то слушала книгу. Потом дома птичек послушать надо. Там вот инжирное дерево растет. Я хочу посмотреть. Может быть, там уже инжир поспел. Сейчас пойдем посмотрим. Кажется, дождь начинается. Нет, инжир еще не поспел. Он что-то тут совсем маленький. Малюсенький. Еще ему расти и расти. Если, конечно, его не обдерут. О, куртка валяется. Висит. Кто-то, наверное, вещи сюда выбросил. А тут либо козы ходят. Видите, все общипали. Козы, наверное, все общипали. О, куртка висит. Поросят. Дождичек. Классно. Сейчас освежит. А вон там прям классный дождик идет. Вот такие разводы. Грязевые небось, как обычно. Хожу как бомжик. Без тапочек. Тяги бежит. У нас тут опять кто-то салюты пускал. Поэтому он, бедный, переживал. Я ему еще морду не помыла, лица. Сейчас спланирую, смонтирую и помою. Вот. Потому что время уже так поздно. Что-то пока в душ сходило. Пока туда, пока сюда. И уже очень поздно. Вот. С вами хочу попрощаться до завтра. Ставим лайки. Пишем комментарии всем. Пока-пока. Пока-пока.